Уже больше месяца Вероника не виделась с Анваром. Когда в последний день отдыха на Гавайях она попросила Анвара ради нее оставить работу в ресторане и никогда больше не искать с ней встреч, Анвар, видя всю серьезность ее просьбы, впал в томительное молчание. Вероника оставила его одного и ушла бродить по берегу океана. Когда через несколько часов она вернулась, Анвар казался спокойным, хотя на лице его отражалась переживаемая душевная боль. Вероника стала укладывать вещи в чемодан. Приближалось время отправления в аэропорт. Анвар сидел все так же молча в откидном кресле и без выразительных эмоций наблюдал за двигающейся по комнате Вероникой. Когда она отставила упакованный чемодан в сторону и присела в такое же кресло напротив Анвара, он медленно, произнося слова, словно каждое сказанное слово вызывало у него боль, и, смотря прямо в глаза Вероники, проговорил. «Я сделаю то, что ты просила. За все эти годы хочу поблагодарить тебя. Они были самыми счастливыми в моей жизни, Вероника. Я не имею права требовать от тебя продолжать жить так, как ты жила все это время. А другого я не могу предложить. Не могу. Прости меня. Моя семья выше всего. Так меня учили с тех пор, как я стал осознавать себя и мир. Такой у нас в роду непререкаемый закон. И я должен. И я отпускаю тебя». Отработав две недели с момента подачи заявления, Анвар уволился. Вероника, боясь, что он все равно будет искать какую-то связь с ней, изменила номер домашнего и мобильного телефонов. «Теперь все наладится», — думала Вероника. «Время лечит. Время притупляет чувства. Время изменяет желания. Все будет хорошо». Но хорошо не наступало. Приходя на работу, Вероника искала глазами Анвара, страстно желая увидеть его. Она очень тосковала, томилась и уже не раз корила себя за то, что так настойчиво потребовала от Анвара оставить ее и забыть. Несколько раз она набирала его номер телефона, но с первым гудком сразу отключалась. На людях она старалась также улыбаться, быть общительной. Но дома, когда Костя уже засыпал, нередко лежала подолгу без сна, вспоминая отдельные моменты и сцены встреч с Анваром. Интонацию его голоса, его признание и уверение в любви на всю жизнь. Или же тихо плакала в подушку. Душевное одиночество одолевало ею. Она даже похудела от тоски. И это заметила Лидия. Зная Веронику больше других и искренне любя ее, Лидия очень желала помочь ей пройти путь выхода из греховного прозябания и обрести свободу чистой и правильной жизни. Ей хотелось быть той стрелкой, которая указывает на Спасителя. Но как коснуться души человека так, чтобы не причинить ему еще больше боли? Как указать другую добрую тропу, чтобы человек захотел идти по ней и убедился, что она ведет к светлому счастью и истинному покою? Лидия остановилась на молитвенном ходатайстве за Веронику. Пока она будет только молиться о ней. Лидия просила у Господа такта и мудрости для помощи Веронике. Она выжидала. И вот однажды Вероника подошла к ней сама. Они встретились у входной двери после рабочего дня. Смущенно улыбнувшись, Вероника спросила Лидию, располагает ли она временем и можно ли поговорить с ней. Когда Лидия с присущей ей простоте ответила согласием, женщины прошли в парк, расположенный позади ресторана, и медленно пошли по аллее. Лидия не задавала никаких вопросов. Будет лучше, если Вероника сама начнет говорить. Увидев впереди скамейку, Вероника взяла Лидию за руку и направилась к ней. Вокруг не было ни души. Вероника вздохнула. Лида, я не нахожу себе места. Я чувствую себя так, как будто тяжело больна. И не могу найти ни врача, ни исцеления. Как ты знаешь, мы с Анваром расстались. Но он все держит мою душу. Это невыносимо. Вероника, душа человека принадлежит Богу, его Творцу. Никто другой не имеет права владеть ею. Только на этом единственном условии она становится свободной и счастливой. Ты сказала, что чувствуешь себя больной. Это самое подходящее время, чтобы обратиться к врачу, который пришел не к здоровым, не имеющим нужды во враче, а к больным. Вероника, Иисус – это врач. У него есть средство для твоего исцеления. Средство единственное и верное в своем роде. Но, как ты знаешь, к любому врачу обратиться должен сам пациент. Казалось, Вероника слушала Лиду внимательно. Но в то же время она была погружена в свои мысли. Ища совета у Лидии, она знала, что та будет говорить о Боге. И весь разговор сведет к необходимости открыться перед Господом Иисусом. Слушая Лиду, Вероника чувствовала, как что-то в ней противится. И вместе желает услышать то, что принесет ей облегчение. Она подняла взор и увидела невдалеке птичку с голубым оперением, что-то тщательно выискивающее в невысокой, недавно подстриженной траве. Чуть дальше, у дерева, сидел Бельчонок, двумя лапками держа где-то найденную засохшую булочку. Бросая быстрые взоры по сторонам, видимо, с целью предосторожности, Бельчонок грыз сухарик с явным наслаждением. Его пушистый хвостик был поднят вверх и красиво распушен. Вот и этой сойке, и этому шустрому зверьку живется гораздо легче, чем нам, людям. Мысль мелькнула в голове у Вероники и отразилась на ее лице слабой иронической улыбкой. Бельчонок грызет себе сухарь и счастлив. И сойка щелкает жучков в траве и довольна. Лида заметила безрадостную улыбку Вероники и посмотрела в направлении ее взгляда. Желая привлечь ее внимание, Лидия легким прикосновением тронула ее руку. «Вероника, позволь мне спросить у тебя о твоем чувстве к Анвару. И если трудно ответить, не отвечай. Как ты понимаешь это чувство? Как ты его называешь? Это... Это любовь, Лида. Я никогда никого не любила так, как его. Впрочем, Анвар – моя первая и настоящая любовь. Мои чувства к отцу Кости даже нельзя назвать и теней любви в сравнении с чувствами к Анвару. И я никогда не жалела, что ушла от него. Но с Анваром все, все по-другому. Я просто задыхаюсь без него. Это любовь. Ты говоришь «настоящая», но я возражу тебе. И вот почему. То, что ты называешь любовью, ничего не имеет и малой общности с тем светлым, чистым, истинным чувством, каким является любовь в первичном ее понимании, в том понимании, которое вложил в это чувство превосходящее все остальные Небесный Отец. Я не боюсь, если ты со мной не согласишься. Почти все люди не принимают мнение Бога и спорят с Ним. Это происходит потому, что человечество находится в грехе. Разум людей осквернен и не может принимать Божьи истины. Но от этого она не становится меньше, потому что Божья мудрость единственная истина во Вселенной, единственная Вероника. Библия утверждает, что людям следует принять мудрость небесную, потому что тот, кто принимает ее, получает благодать от Господа. А кто ненавидит ее, наносит вред своей душе и любит смерть. Несколько минут назад ты сказала, что чувствуешь себя невыносимо больной. Разве это не приближение к смерти? Или время поворота к жизни? Твоя душа хочет жить, и жизнь ей откроется в одном имени. И это не то имя, которое мучит твою душу и манит ко греху. Иисус, твой освободитель, Вероника. Он хочет стать твоей первой и настоящей любовью и дать твоей душе покой, блаженство и радость. Ты хорошо говоришь, Лида, но мою жизнь прожить нужно не тебе ведь, а мне. я так устала страдать. Снова остаться одной и жить воспоминаниями. Тяжесть несоразмерная ни с чем. Ты предлагаешь мне такой путь, путь страданий в одиночестве? Нет, Вероника, нет. Ты все еще не понимаешь то, о чем я тебе говорю. Доверить свою жизнь Господу Иисусу это вовсе не путь страданий, но правды, святости и любви во всех поступках и помыслах. Скажи мне, пожалуйста, дорогая, какие чувства ты испытываешь к родным Анвара? Ты можешь сказать, что любишь их? Во взоре Вероники вспыхнуло возмущение. На губах появилась ироническая улыбка. Ты шутишь, Лида? Могу ли я любить тех, кто ненавидит меня? Они наносят мне постоянную боль в течение всех этих долгих лет, в лучшем случае. Я стараюсь не думать о них. Нет, Лида, ты говоришь о невозможном. Никто на моем месте бы... Лида сжала руку Вероники, останавливая ее неправедную речь. Ты права, никто не может любить своих ненавистников без благодати Божией. Путь, о котором я тебе говорю, это не просто дорога, это личность. Сам Иисус сказал, Я есть путь и истина и жизнь. Ты не будешь одиноко, приняв Иисуса своим сердцем. Даже если придут какие-либо страдания, Он разделит их с тобою. Господь любит тебя, Вероника. Постарайся посмотреть на все это другими глазами. Вот к примеру твой Костя, твое любимое дитя, так ведь? Разве ты желаешь ему плохого? Разве тебе доставят удовольствие его скорби, тревоги, боли? Бог небесный отец, и ты для него любимое дитя. Он имеет для тебя благо, самые превосходные. Божья любовь, любовь святая, мудрая, все, что исходит от любящего Создателя, обращается благом для каждого из нас. Посмотри на Бога глазами ребенка, смотрящего на своего сильного и мудрого Отца. Почувствуй зависимость от Него. и обретешь покой под его охраняющей рукой. Вероника, счастье к человеку приходит с Божьей верой. Иди к этому счастью. В глазах Вероники заблестела слеза, готовая вот-вот сорваться с ее длинных и пушистых ресниц. Склонив голову и не глядя на Лидию, она пыталась сдержать непрошенные слезы, но они все-таки потекли по ее бледным щекам, и Лидия услышала ее короткий вздох и следом тихую, едва различимую на слух просьбу. Молись обо мне, Лида. Я этого действительно хочу.